Ну что, время поработать пешим курьером в Яндекс.Еде Тысячи лет уже так не делал, все на велике да на мотоцикле У меня автоприем заказов включился, потому что я много заказов пропускал Сегодня буду все заказы принимать Проверяем способ передвижения, у меня стоит пеший Работать буду просто начать слот и все Есть вероятность получить дополнительные 720 рублей, если я выполню 10 заказов 16 часов 19 минут Заказ сразу пришел, пятерочка профинтерна, это рядом со мной магазин 13 минут на прибытие, что-то 1 километр рисует, разве 1 километр? Мне казалось, что меньше, ну ладно, километр, значит пойдем Да, конечно, ветер холодный дует На улице минус 2 градуса температура По ростовским меркам это прохладно Считается Минус 1 Восточный ветер, он холодный всегда Да, минус 2 будет 6 часов Здравствуйте Здравствуйте Можно заказ забрать? Наступите, что-то не лезет Ну и 3, у нас опять Вот такой легкий заказ В общем, по этому заказу расстояние будет 1 километр до магазина И 300 метров до клиента Да вот там третий дом от магазина Раз, два, три Заметил такое соотношение Чем меньше посылка, тем меньше количество этажей нужно подниматься И, соответственно, если у вас будет тяжелая посылка Вам будет нужно подниматься максимально на высокий этаж Вот так вот это работает Что-то следующего заказа нету Совсем меня это не радует А за этот заказ заплатят целых 66 рублей Коэффициент 1,2 был по заказу Ну, свободный слот, он с маленькой оплатой Хочешь больше денег, бери плановый слот А вот так вот детали по заказу выглядят Фиксированная часть 50 рублей За километры 22 рубля И опоздание было у меня 3 минуты За каждую минуту 2 рубля штраф Так, ну что, второй заказ пришел Один километр до ресторана Что нужно знать, работая пешим курьером? Ну, два момента важных учитывать Что вам нужно будет проходить большое количество километров И очень долго находиться на улице В соответствии с этим нужно правильно подбирать обувь Чтобы обувь была удобная, теплая И не сильно жарко одеваться Потому что вы будете много двигаться И можете вспотеть Поэтому надо правильно подобрать обувь и одежду Основные два фактора Тебе надоело начальство на том месте, где ты работаешь? Или тебе уже достал график, где ты постоянно должен просыпаться рано И не опаздывать на работу? Тогда тебе к нам в компанию курьеров Ты можешь устроиться пешим, вело, мото, автокурьером в компанию Яндекс Там у тебя будет свободный график работы и никакого начальства Контакты ты видишь перед глазами Также эти контакты закреплены в описании под видео Также должна быть еще удобная сумка у вас Ну, сумка будет у вас такая, какую вам выдадут В этой сумке минус какой? То, что у нее лямки между собой сильно широко расположены И они съезжают с плечей Даже вот у меня при моем росте метр восемьдесят Но здесь есть такая перемычка посередине Ее регулируешь, ремешок этот Застегиваешь и все И сумка не съезжает с плечей Так что проблем с сумкой нету Сумка удобная Смотрите, я уже в ресторане А в запасе еще три минуты на прибытие Нажимаем статус, что в ресторане Теперь нужно назвать вот этот номер заказа И забрать заказ, если он готов, конечно Пока у меня статус пишется, что он готовится А, еще нужно будет назвать код заказа 44 Две позиции Гирос и Цезарь Очень удобно в Яндексе Еде Что приходит уведомление о том, что заказ готов В Сбермаркете такого нету Там надо подходить каждый раз, спрашивать Готов, не готов А здесь у тебя в приложении приходит уведомление Заказ готов Отдали время на доставку 21 минуту Расстояние 1,7 километра идти Для клиента О, уже 1,4 А было 1,7 И по Яндекс-картам 18 минут дает Да, конечно, работая без слота Заработок будет меньше Заработок будет меньше, конечно Но зато можно закончить в любой момент смену То есть устал, закончил смену без штрафа Пошел снег, дождь, закончил смену опять без штрафа Но все-таки, если хочешь больше денег заработать Тогда надо выбирать плановый слот Нажимаем вот этот календарик Выбираем день, в который хотим работать И здесь уже смотрим Видите, по времени слоты С часу до 17 С 14 до 18 И вы видите, да, коэффициенты 0,1, дополнительно коэффициент Они бывают 0,9, там 0,5 В зависимости от района и других условий Но сейчас по 0,1 они везде Вот, получается, коэффициент идет С каждым заказом, в зависимости от спроса Там, 1,2 0,5 И плюс еще, если вы работаете на слоте Вам к каждому заказу будет вот такая вот Такой коэффициент добавляться 0,1 Как в данном случае Ну, либо могут быть другие коэффициенты Ну, соответственно, расчет заработка за километр Будет у вас больше По умолчанию километр 15 рублей У пешего курьера стоит 50 рублей Фиксированная сумма за заказ Это то, что касается Ростова-на-Дону В других городах тарифы могут отличаться Точнее, не могут, а они отличаются Что-то видео какое-то для новичка Яндекс.Еды Но на самом деле я уже сам все подзабыл И много что поменялось Я в Яндексе.Еде уже давненько толком не работал А пешим я в Яндекс.Еде Последний раз весной работал этого года Больше шести месяцев назад И ходил я пешком тоже Давненько уже Ну, от пеших прогулок есть польза Рекомендую Пока идешь, думаешь Почему ты так хреново живешь И что нужно дальше делать, чтобы хреново так не жить Заняться нечем Голова свободная От ходьбы, видимо, кислорода больше В мозг поступает От воздуха И начинаешь размышлять о том, о чем О пятом, о десятом Так что Работайте иногда пешком Ну все, добрался до клиента Там вот за углом уже будет его дом Двести двадцать метров И уже будем менять сейчас статус Пять минут еще дается в запасе На прибытие до клиента Ну я уже на месте Поэтому Можно поражать статус И надо подняться на двадцать первый этаж Отдать заказ 21 этаж, я так понимаю Это Самый высокий этаж Летающие пакеты Самокатчики Гоняют На электровелосипедах Арендованных Ну на самом деле Здесь двадцать три этажа Пару этажей не доедем А мне уже пришел Следующий заказ Стоит автоприем Поэтому я даже не увидел Что там пришло Пока этот заказ Не закрою Тот заказ Получается Я не увижу Сюрприз будет Ну что Третий заказ Из ресторана Подача Девятьсот метров В принципе неплохо На доставку до клиента 1,4 км Получается примерно По каждому заказу Плюс-минус Общий пробег Два с половиной километра Один и четыре километра Плюс 0,9 Два и три км Именно по этому заказу Будет на доставочку Третий заказ Такая вот пока статистика идет Продолжение следует Продолжение следует Плюс 5% Продолжение следует Можно ли листу называть? А, у вас второй человек? 12.72 Так, всегда читаем комментарии клиента, либо ресторана, но в данном случае вот клиент написал со стороны Нансена красный забор. Выйду, заберу. Спасибо таким клиентам, которые пишут примечания подробные. Все сразу ясно и понятно. Так, ну что, пришел следующий заказ. Сразу забил две точки. Вот получается Нансена 143 забрать и конечная точка Ленина 99 доставить. 1,6 километра, 11 минут. Ну, а работая пешим курьером, будьте готовы, что вам придется перемещаться по темным улицам. Не всегда это будет асфальт. В данном случае, конечно, асфальт, но бывает не асфальт. Так что фонарик вам в помощь. У кого есть прибор ночного видения, тоже берите с собой на смену. Так, мне в магните пришло два заказа, оказывается. Пока я сюда добирался, добавился еще один заказ. Один заказ, по всей видимости, готов. А второй заказ, скорее всего, вон, собирают люди. Поэтому ждем. Когда приготовят, отдадут заказ второй и первый тоже. В принципе, это первый заказ один, это второй. Один в сумке поедет сразу. А второй в руках, потому что здесь рядышком доставлять 300 метров. Нет смысла его в сумку ложить. Ну, в принципе, ожидание было недолгим. Минут 7-10. Собрали второй заказ. Все по пути заказа получается. Вот сейчас в этот дом сначала заказ отдадим. И потом туда пойдем, на Ленина. Как изначально был у нас первый заказ. Его потом отдадим. Самое главное, два заказа засчитается в цель. А это значит, что каждому заказу плюс 70 рублей. Или 72 рубля там. А, плюс 72 рубля. Так что все нормально. Меня это вполне устраивает. Так, тут калитка. Надо магнитную ключ. О. Как удачно я подошел. Так бы стояли. Ну, так бы, да. Там надо было через другую калитку заходить. Следующий заказ пришел из этого же дома, только из ресторана пить кофе. Здесь такое удобное место. Можно посидеть, подождать. Вот так заказ готовится. И отдохнуть. 1,8 километра. На доставку этого заказа. Шестой заказ. Ну, получается, подача была 0 км. Ждал минут 5-7. Быстро-быстро отдали заказ. Даже не успел отдохнуть. Ну, смотрите, какие большие деньжища. Чаевые. Так, ну что, седьмой заказ. Подача была до магазина пятерочки 200 метров. И 1 километр до клиента. Опять же, вот, темные тротуары. Пробираемся в темноте. С фонариком. Не очень благоприятные условия для работы. Улица, видите, какая плохо освещенная. Отдал седьмой заказ. В своем районе нахожусь. Ну, я тут недалеко живу. Сейчас опять меня кидает туда же, где я начинал сегодня первый заказ. Осталось еще три заказа выполнить, чтобы выполнить цель. Надеюсь, все заказы будут по этому району, по-моему. Меня никуда далеко не выкинет. Ну, сейчас до магазина 1 километр идти. Назад. Вот я там из пятерочки забирал заказ. А сейчас нужно забрать заказ из фикс-прайса. Который прямо рядом с этой пятерочкой находится. Смотрите, какое интересное примечание в фикс-прайсе. Ни по одному номеру телефона в магазине нельзя звонить. Что бы это значило? Скажите, кто заказывает? Воня! А воня здесь есть? Я здесь. Заказ забрать. 18-87. Ну, такой маленький заказик легенький. Да, конечно, тяжелый заказ. Ну, и в плане того, что дорога длинная. 1,7 километра на доставку мимо дома пойду. Так хочется на велик пересесть. Уже устал. Восьмой заказ. Ну, получается, по этому заказу будет 2,7 км. Это очень много. И еще 2 заказа надо будет сделать. Тяжело, тяжело. Так, ну что, давайте подведем итоги. Посмотрим, сколько километров я, в общем, прошел, проехал. Почему проехал? Потому что последних 2 заказа я пересел на велосипед и доделывал уже на велосипеде. Вчера у нас было 7 число, 7 декабря. Вот так вот нарисовал маршрут на картах. Получилось пешком 12 километров и 5 километров на велосипеде. Итого 17 километров пробег. Ну, а денег вышло вот столько. За заказы вышло 865 рублей и 720 рублей за бонус. Итого за вычетом комиссии 1585 рублей. Суммы за заказы были вот такие. Не очень они впечатляют. Ну, и километры были небольшие по пробегу. Один заказ был 132 рубля. Все остальное было до 100 рублей. Без бонуса было бы все очень бы печально. Бонус немного выручает. Отработал 5 часов. Подписывайся на канал. Здесь я рассказываю о курьерской работе. Пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok